Соединенные Штаты наложили новые санкции на несколько десятков российских компаний, граждан, связанных с военно-промышленным комплексом, сообщило Министерство финансов США. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США определило 70 организаций, многие из которых имеют решающее значение для оборонно-промышленной базы Российской Федерации, включая государственную корпорацию Ростех, являющаяся краеугольным камнем российского оборонного, промышленного, технологического и производственного секторов. В состав военного гиганта Ростех входит более 800 предприятий и учреждений разных отраслей. Среди них, к примеру, объединена авиастроительная корпорация, производящая военные самолеты марок СУ, МИК, ИЛ. Сложнее всего предприятиям теперь будет искать высокотехнологичные комплектующие к своим изделиям. То, что только сейчас ввели прямые санкции против ведущих оборонных корпораций России, это, считайте, добивание слабого в данной ситуации. Колосс российского ВПК держится на схемах нелегального импорта несколько меньше, чем полностью, и весь этот санкционный режим призван обвалить все эти схемы нелегального импорта. Крупнейший производитель грузовиков в России КАМАЗ попал под ограничения из-за того, что его машины активно используются в захватнической войне против Украины. Российский КАМАЗ, он в первую очередь отличался тем, что и производил специализированные шасси для армии Российской Федерации. У россиян даже была последние два года целенаправная политика вытеснять белорусские и ставить свои шасси. Санкции на российские компании граждан наложило Государственный департамент США в списке 45 организаций и 29 физических лиц, достоверно причастных к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права в Украине. Санкции вводятся также против организаций, участвующих в войне. Среди них Союз Добровольцев Донбасса, частные военные компании, также президент США Джо Байден и другие лидеры Большой Семерки на саммите согласовали введение эмбарго на российское золото. Мы должны оставаться вместе, потому что Путин с самого начала рассчитывал, что однажды НАТО и J7 расколются, но мы этого не сделали и мы не собираемся. Цель США и Европы, по мнению экспертов, состоит в том, чтобы обескровить Россию в экономическом плане и одновременно помочь Украине переломить ситуацию на поле боя благодаря военной помощи. Это могло бы побудить Путина согласиться на перемирие на условиях, выгодных Украине. Мы договорились о том, чтобы дать украинцам необходимую стратегическую выносливость, сдвинуть чашу весов, попытаться изменить динамику позиции. Это то, что должно произойти. Это то, что президент Зеленский хочет, чтобы мы ему дали. Страны G7 в совместном заявлении после встречи заверили, что будут поддерживать Украину в финансовом, гуманитарном, военном и дипломатическом плане столько, сколько необходимо. Ирина Полотая, Андрей Гетман. Специально для Марафода Фридом. На канале ЮА. Продолжение следует...